Здравствуйте! Вот говорят, что у Игоря Васильевича Курчатова, руководителя нашего советского ядерного проекта, был любимый анекдот один. Я вам сейчас его расскажу. Во-первых, Игорь Васильевич Курчатов, кто это такой? Это очень известная фигура в нашей истории, нашей науки. Он был назначен главным теоретиком нашего советского атомного проекта, то есть проекта по созданию ядерного оружия, ядерной бомбы, ядерных реакторов, ядерной энергетики. Это вот он был. Что значит должен главный теоретик? До, наверное, конца советской власти мы никто не знали, кто такой главный теоретик и чем, собственно, он занимался. Ну, главный теоретик. Про него говорили вот так, знаете, что гениальность была просто необыкновенная. Вот идет, значит, совет, да? Ну, собрание, заседание, как это называется-то? Ну, совет, да? Заседание, совет, главное, конструкторов, или как это у нас называется, ну, что-то в этом роде. Совещание. О, совещание, есть такое слово. И он, значит, обсуждает вопрос. Нужно, значит, подобрать коэффициент, значит, какой-нибудь там связанный с транспортом, то есть распространением, переносом нейтронов через защиту. Значит, есть некие экспериментальные данные, и нужно подобрать под эти экспериментальные данные, то есть по количеству рассеявшихся под тем или иным углом нейтронов, нужно подобрать значение этого коэффициента. Как это делалось? Ну, методом научного тыка это называется. Да, вообще у нас это называется не методом научного тыка, а градиентный спуск. О, серьёзное дело, поиск оптимума функций многих переменных. Вот, минимум. Типа методом меньше квадратов, типа этого. Функция наибольшего правдоподобия, вот так это называется. А тогда компьютеров-то не было, всё же это считалось на калькуляторах. Ну, хорошо, что на электрических калькуляторах. Это не калькулятор, это назывался рифмометр, я даже слово-то это забыл уже. Вот, ну и долгий процесс, это огромное количество людей, которые вот нажимают на кнопки рифмометра. И он говорит, а попробуйте коэффициент 1,418. Мы, говорит, пробуем. Точно! Гениальность необыкновенная. И вот действительно все участники этого проекта говорили, что мы никакого отношения к копированию американского ядерного оружия не имели. Мы вообще к нему доступа никакого не имели. И они были правы, мне это говорил даже Флёров-академик. Не имели мы, мы вообще сами всё делали. Вот Курчатов нами руководил, гений, да, вот без него бы ничего не получилось, конечно. А Курчатов, его Берий Лаврентий Павлович знакомил с теми разведданными, которые приходили из Соединённых Штатов. Вот, ну, то есть он знал 1,418, это он просто знал из американских отчётов. Вот, попробовали, гениальность необыкновенная. Вот, так вот он руководил этим проектом и после Берия Лаврентий Павловича. Он был единственным, кто на всех этих партийных мероприятиях отказался осудить Берию. Да, вот так все говорят, что враг как мы проспали, какой был нехороший. Вот он воздержался от этого осуждения его. И вот прошло какое-то время, значит, в Советском Союзе начались работы по надуправляемым термоядерным синтезам. УТС, управляемый термоядерный синтез. Всё анекдот, который я обещал рассказать, и он всё ещё ждёт своё времени. Управляемый термоядерный синтез. Ну, ведутся все эти эксперименты по удержанию плазмы. Сначала была идея электростатического удержания, но от неё быстро отказались ещё на рамках теоретического, так сказать, исследования. Магнитного удержания плазмы. Но тут очень большая сложность. Одно дело, вот, бороться с неустойчивостями плазмы. Вот это всё... Ну, когда-нибудь, да как-нибудь, да поборются, кто его знает. Ну, плазма очень неустойчива. А с другой стороны, ведь нужно получить очень большую плотность и очень большую температуру. Большая температура, чтобы вот на хвостах вот этого вот Максвелловского распределения по скоростям, значит, ионов, да, ионов Диетерия и Трития, чтобы эти ионы Диетерия и Трития могли, вот если они движутся навстречу друг другу, так уж сложилось, чтобы они могли преодолеть кулоновское отталкивание друг друга и слиться в одно ядро, атомное ядро гелия, и излучить нейтрон 11-мэвный. Вот так вот родить, так сказать, энергию дать. Вот. Ну, чтобы это было достаточно регулярным, нужна не только большая температура, но и большая плотность. Ну, то есть, этого, в принципе говоря, получить, наверное, не удалось бы. И вот Игорь Васильевич Курчатов называл эти вот термоядерный проект, он его называл шорохом орехов. Теперь, внимание, анекдот. Значит, вот шорох орехов. Главный герой анекдота некий молодой грузинский человек, юноша-грузин, который, естественно, торгует на базаре. И вот этот юноша-грузин, он покупает за 16 рублей пуд орехов лесных, фундук, наверное, так называется. Развешивает его в кулёчки по 100 граммов и продаёт их по 10 копеек. Каждый кулёчек. Вот ты продаёшь по 10 копеек кулёчек. Кулёчки 100 граммов. Значит, в килограмме у тебя 10 кулёчков. Килограмм ты продаёшь за рубль. А в пуде 16 килограммов. То есть ты купил за 16 рублей пуд и за 16 рублей продаёшь. Для чего ты это делаешь? У тебя нет никакой прибыли. Он говорит, а шорох орехов? Это анекдот вот о чём. Есть некий, значит, персонаж, который, ну, совершенно не понимает ничего в арифметике. Но тем не менее он уверен, что он прав. Потому что шорох орехов, оказывается, он слушает. Вот такой вот романтичный юноша. И то же самое говорилось им, Игорь Васильевич, и про эксперименты по удержанию плазмы. Эксперименты по управляемому термоэдерному синтезу. Шорох орехов. То есть практическое выгодное только удовольствие перебирать орехи, удовольствие проводить эксперименты, писать научные статьи, что-то открывать в плазме, какие-то её свойства. Не более того. Он это понимал прекрасно. И поэтому на международной конференции, по-моему, в Вене она была, хотя я могу ошибаться, международная конференция была под эгидой, значит, МАГАТЭ, Международное агентство по использованию ядерной энергии. Вот он опубликовал, придал гласности. Огромное количество работы, да, на эту тему наших советских. Понятное дело, что если бы это представляло какой-то коммерческий интерес практически, этого бы сделано не было, это чисто фундаментальный интерес представляет, фундаментальное исследование. Так с тех пор, в принципе говоря, во всём мире к управляемым термоядерным исследованиям, по исследованию по управляемым термоядерным синтезам так и относятся. Международные проекты осуществляются. Создание ядерной бомбы не было международным проектом. Создание очень многих важных и нужных вещей, которые можно использовать на практике, международными проектами что-то никак не становится. А вот это, да, такое ускоритель построить, какие-нибудь свойства каких-нибудь там частиц поисследовать. А вот это, ну, что, свойства плазм поисследовать. Вот интересно, давайте, давайте сложимся, да, МКС, а всё равно она, так, бесполезная с точки зрения, так сказать, простой выгоды. Ну, давайте, пускай полетают там совместно, посотрудничают. Вот и всё. То же самое было и с управляемым термоядерным синтезом. И с ним связана дальше ещё история, продолжение этой истории. Это уже было, по-моему, в первый год после смерти Игоря Васильевича Курчатова. Ну, значит, встал вопрос. У нас в стране решили строить коммунизм. Тут, по-моему, в 59-м году прошла в Москве американская выставка, знаменитая американская выставка в Сокольниках. И под впечатлением от этой выставки наше высшее партийное руководство решило построить коммунизм, чтобы у нас в СССР было так же, как на американской выставке. Ну, на американской выставке было, конечно, много лучше, чем в самой Америке тогда было. Там были цветные телевизоры, там были СВЧ-печи. Это и у них тоже только начиналось. Были такие автомобили фирмы General Motors, такие с крылышками. Пепси-кола была. Вот пепси-кола была, да, и в Америке тоже. Тут не проблема. И автомобили с крылышками там тоже были. А вот это всего остального вот как-то ещё и не было. И вот решили построить коммунизм. Естественно, это вот у нас всё по науке делалось. У нас всё-таки ведь страна победившего, так сказать, марксизма, ленинизма, материализма. Ну, было дано указание Академии наук вот подготовить некое исследование, сколь перспективно у нас в стране вот, что нужно для того, чтобы построить коммунизм. В то время Академии наук президентом её был Келдыш. Знаменитейшей фигурой. Его тогда все знали. Симпатичный такой. Он был математик-прикладник. Он прославился тем, что решил проблему флаттера. Флаттер – это когда тело, ну, самолёт, преодолевает звуковой барьер. То есть скорость его начинает превышать скорость звука. В этот момент начинались обычно у летательных аппаратов разрушительные колебания, которые разрушали аппарат. И он догадался, как с этим проблему решить. Оказывается, поведение этой конструкции нужно для его исследования записывать сразу в уравнение все и газового потока, и самой конструкции, механические. И твёрдого тела, и газа. То есть вот так вот это называлось, кстати говоря, синергетический подход. Вот он, творец синергетического подхода. И вот что значит синергия, синергетический подход. Вот это вот и не более того. Вот, ну так вот, вот он и решил, тем самым он прославился. Он и вопросы многие решал. Ну, ещё прикладная математика везде нужна. Он был президентом Академии наук. Естественно, было дано указание институту экономическому, не знаю, какому именно, который работал в системе Академии наук, их несколько. Написали там отчёт толстый, естественно, секретный. И, значит, обсуждает директор института этого, с Келдышем его. По отчёту получает, что коммунизм у нас построить нельзя. Для того, чтобы построить вот этот коммунизм, общество, собственно говоря, массовое употребление, да, всеобщее благоденствие, так у них называется, у нас коммунизм назывался, нужны очень большие затраты энергии. То есть, общество должно работать, и чтобы вот не перетруждаться нам, да, и всё иметь, нужно очень много механических помощников, да, электрические моторы, там, автомобили, двигатели. Энергии надо много, а взять негде. Добывать уголь, расширять добычу, ну, это очень такое тяжёлое дело, шахтным методом добывать уголь, чтобы всю страну превращать вот героев в труда, в угольщиков. Нефть, как всегда говорили, должна иссякнуть. И она, кстати, действительно иссякла, вы не думайте, той нефти, что была в ту пору, то есть вот такая липкая, тёмная, тёмно-коричневая жидкость, которая льётся из недра земли, её уже больше нет, из недра земли качают, так называем, скважинную жидкость, где несколько процентов нефти, остальной вода. Вот, это вот посещайте регулярно выставку, которая проходит в Москве, нефтегаз. Она в конце мая обычно бывает. Сходите, посмотрите, там вам про это расскажут. Вот. И что же делать-то? Делать-то нечего. Получается, ничего не получается. И вот подумали-подумали. Келдыш с этим академиком. Президиум Академии наук, там, где кабинет президента, вице-президента находится, он, значит, в Нескушном саду, это вот недалеко от Ленинского проспекта. О, там, где раньше был коровий брод через Москву реку. Вот. Он в этом вышли, они в сад ночью, разожгли костёр и сожгли этот отчёт. Но это легенда в том, что отчёт явно был секретный. Его сжечь в саду было нельзя. Его нужно было сдать на уничтожение в архив. Вот. Если уж хотели бы его уничтожить, там бы его уничтожили. Ну, и они пришли, вот как надо скорректировать этот план. Сделаем, говорит, так. Напишем такую вещь. Сейчас мы устроим у нас в энергетике газовую паузу. Что это значит? Это значит, вот, разовьём быстро-быстро газовое хозяйство. Будем добывать газ по Волжье, да, города. Вот это дам нас энергии. Вот на 20 лет нам этого газа хватить должно. Потом и он тоже иссякнет. Но к этому моменту мы запишем эту программу партии. Освоить управляемый термоядерный синтез. То есть вот это был тот самый шорох орехов для людей, для нашего высшего партийного руководства, которое в ту пору было, значит, ну, скажем, малообразованным. Это мягко сказано. Начальное образование оно имело. И вот оно, значит, будет вот очарованной вот этой идеей, шорохом орехов. Как-то 20 лет проживём. А за эти 20 лет руководство сменится и всё прочее уйдёт в небытие. Ну, вот так вот и сделали. Вот такая идея. Так что вы не надейтесь на энергетическое изобилие за счёт управляемого термоядерного синтеза. Уж как-нибудь без этого нужно будет обходиться. Вот, рассказал вам такую историю печальную про шорох орехов, про анекдот весёлый Игоря Васильевича Курчатова. Ну, всего доброго вам. Пока. До свидания.